Сама церемония открытия малых олимпийских игр не уступала по зрелищности настоящей. Флаг с пятью разноцветными кольцами, символом олимпийского движения, взмыл на воздушных шарах. Спортивное состязание среди детских садов города – это уже традиция. С 2007 года дошкольные учреждения по очереди берут на себя их организацию. Каждое дошкольное образовательное учреждение разрабатывает свою оригинальную идею проведения этих веселых стартов. И вот нынче у нас Калинка придумала идею малых олимпийских игр. И не случайно, потому что ведь вся наша страна готовится к Олимпиаде Сочи 2014 года. И, конечно же, и в детях поддерживается и национальная гордость за, скажем, такое значимое мероприятие. Ну и, конечно же, это самое главное – развивать в детях потребность двигательной активности. И делать это организованно, радостно. Многоборье началось с преодоления полосы препятствий. Чуть позже детсадовцы соревновались в прыгучести и меткости, а также в умении кататься на самокате. Все четыре команды находились в отличной спортивной форме. Когда в 2014 году проведут игры, ребятам, которые сегодня участвуют, уже по 10 лет, может быть, из них вырастут на самом деле будущие олимпийские чемпионы. И пусть наши виды – это не бобслей, не хоккей, не лёгкая атлетика в чистом виде, это комплексные смешанные виды, но они заставляют детям много радости, удовольствия и повышают интерес к занятиям физической культуры и спортом. За каждое успешно пройденное испытание детям дают не золотые и серебряные медали, а картонные буквы. В конце они сложатся в знаменитый девиз олимпийских игр – быстрее, выше, сильнее. В перерывах зрителей радуют группы поддержки. Здесь показали и современный брейк-данс, и более традиционный танец с мячами. Воспитанницы детского сада «Калинка» на время стали синхронистками, превратив паркет спортзала в бассейн. Детям удалось соблюсти главный принцип Олимпиады – побеждать честно. Допинг в виде сладостей и дипломы об участии они получили уже по завершению малых олимпийских игр. Субтитры создавал DimaTorzok